В Черкесске стартовал седьмой этап 30-й юбилейной многодневки «Дружба народов Северного Кавказа». Ранее лучшие велогонщики России, Казахстана и Белоруссии преодолели сложнейшие шоссейные маршруты в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также в Старопольском крае. И вот теперь на очереди Карачаево-Черкесия. О том, что предшествовало началу состязаний по дорогам нашей республики, расскажет корреспондент Артур Мхце. Я катаюсь в основном с друзьями, смотрю на них. Мой пример мотивации, можно так сказать, какие-то они трюки умеют, какие-то они не умеют. Мы обмениваемся опытом. Саше 19 лет. Он родом из Краснодара. Там же учился выполнять на велосипеде сложнейшие трюковые элементы. Сейчас периодически соревнуется в дисциплине BMX, а также участвует в показательных выступлениях, которые периодически организует Всероссийская Федерация Велосипедного Спорта. Сегодня он один из тех, за чьим шоу на Центральной площади Черкеска смотрели сотни пар глаз. Впрочем, главными героями этого дня все же стали другие люди, которые соревнуются за победу в велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Именно в этой гонке я участвую второй раз. В прошлом году был первый раз. Думаю еще побороться за какие-то этапы, потому что сам я слишком тяжелый для гор, поэтому приходится пытаться за этапы. На этих соревнованиях выступаю четвертый раз. Две из них выиграл. В том году проходил Кавказ у нас в республике Адыгея по одной республике. В этом году гонка проходит немного интереснее. Она проходит из республик. Достаточно интересные маршруты делают. Многодневка «Дружба народов Северного Кавказа» впервые прошла в 1993 году по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. Уже через год турнир был включен в график чемпионатов России по велоспорту на шоссе. Спортсмены из Карачао-Черкесии достижениями пока похвастать не могут. Зато организация соревнований, по словам участников и членов Федерации велоспорта, на должном уровне. А чтобы результаты пришли и к местным ребятам, им от Всероссийского ведомства были подарены наборы спортивной формы и велосипеды. До старта считанные минуты. Велогонщики ранее преодолели маршруты Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, побывали в Ставропольском крае. Шоссейные трассы Карачао-Черкесии – это сочетание сложнейших испытаний и нереальных пейзажей, которыми богата республика. В пути можно засмотреться красотами. Главное – не пропустить конкурентов. Первая часть – маршрут от Черкеска до Карачаевска. Затем пилотон ожидают Тиберда, Архыз, посёлок Романтик и обсерватория Российской академии наук. Многодневка завершится этапом по Адыгее, после чего и будут подведены окончательные итоги состязаний. Артур Мухц, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачао-Черкесия.